Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Нам поступил вопрос, как понять, что ты хороший человек? И в данном случае, конечно, аскетика церковная и святоотеческая литература будет нам все-таки чаще всего говорить о сознании и о необходимости осознания своего недостоинства. И это правильно, потому что самолюбие, оно в нас и так есть, взращивать его, культивировать его не нужно, оно к нам встроено. Мы рождаемся уже любящими себя, достаточно эгоистичными, иногда даже эгоцентричными. Но все же понять, хороший ли я человек или плохой, это иногда очень важно для человека. Вообще, в принципе, осознавать себя как человека хорошего, но с определенными ошибками, это необходимость в духовной жизни. Апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия. И как можно радоваться, если ты абсолютное ничто, если ты абсолютно плохой человек? Значит, и Бог тебя создал плохим человеком. Но на самом деле тот же апостол Павел говорил прекрасные вещи. Гимн его, гимн любви. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Главной, определяющей нашего с вами хорошести является любовь. Любовь, выраженная в реальных действиях, выраженная в реальном отношении к близким. Святитель Иоанн Златоустый говорит, например, что если человек не имеет попечения о своих родных, то он хуже неверного. А это значит, что не только попечение внешнее, не только какое-то попечение о людях, попавших в трудную ситуацию, которые нам не знакомы, или которые не являются нашими родными, важная составляющая жизни христианина, но и каждого человека, а особенно наших родных. Особенно внимание уделять нашим близким, которых легче всего обидеть. Мы с вами готовы на это всегда, к сожалению. И очень легко попросить прощения и получить оставление наших согрешений. Поэтому как понять, что ты хороший человек? Ты создан хорошим, потому что все, что не сделал Господь в этом мире, хорошо и прекрасно. Но мы с вами делаем определенные ошибки, мы с вами не идеальные. И вот осознавая, что я хороший, но делаю ошибки, я могу исправляться. Митрополит Антоний Сурожский как-то говорил, что если сравнить душу с подвалом темным, то зайдя в него, тебе нужно разобраться, что нужно, что не нужно, что хорошее, что плохое, что уже нужно давно выбросить. И если мы будем гоняться за темнотой с белым полотенцем, темнота никуда не уйдет. Нам необходимо открыть свет. Свет Христов, свет Христовой Евангелия. Когда он войдет в эту темницу нашей души, мы увидим с вами, что хорошо, что плохо. В то же время, пока мы не осознаем, что хорошо, нам не будет ради чего исправлять плохое. Если все ужасно и все кромешная тьма, то в таком случае мы очень несчастные люди. Я желаю всем нам, хорошим людям, счастья и здоровья. Дорогие друзья, храни вас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.